Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале Видеошопер. Это обзор новеньких часов от компании Huawei, Huawei GT4. Если вы смотрите наши обзоры постоянно, да или просто следите за обновлениями, знайте, что Huawei не так недавно, буквально там полгода прошло, как выпустил Huawei 4 Watch и Huawei Watch 4 Pro. Это же приставка GT и часы дешевле. Даже на старте продаж ценник на них вполне адекватен, учитывая, что здесь есть и беспроводная зарядка, и довольно сочный, приятный экран, и возможность принимать звонки, звонить, и вообще довольно-таки все неплохо. Действительно неплохо. Но давайте подробнее я о них и расскажу. Выпускается несколько версий. Это 46 мм, большие часы, как раз на мужскую руку. Хотя, безусловно, и женщины могут носить. Но есть версия по миниатюрной 41 мм. Понятно, что это не сказать, что это прям точно женские часы. Но обычно все-таки мужские часы побольше, женские поменьше. Но носить можете любые. Кому-то, может быть, действительно нравятся маленькие часы. Вот Google Pixel, например, только маленькие выпускает для всех. Но мне вот эти часы нравятся. Я люблю часы с большими экранами. Почему? Потому что на них много информации. Зрение у меня хорошее, но все равно как-то больше видно. Экран 1,4 дюйма, при том разрешение очень хорошее. 460 на 460. И вот в плане экрана полный порядок. Экран хороший. Защитное стекло, естественно, есть. Здесь не уточняется, какой. Но это не сапфировое стекло. Информацию такую я нигде не нашел. Но защита присутствует. Немножечко выступает, как будто базель. Вот такое ощущение. Но на самом деле это оптический обман. Нет, никакого выступа нет. Экранчик ровный. Часы с лицевой стороны, как будто восьмиугольник сделан. Действительно смотрятся интересно. Две кнопки. Первая кнопка отправляет нас в меню, в котором огромное количество разных пунктов. И все по делу. А вторая кнопка, она на торце. Ее очень сложно случайно нажать. Да и верхнюю случайно тоже сложно нажать. Нажатием на нее мы попадаем сразу в тренировки, которых здесь огромное количество. Сами часы достаточно удобные. Я не могу сказать, что про них забываешь. Все-таки большие часы достаточно. Но на руке они не мешают. Хорошо смотрятся. Не вызывают раздражения. Ремешки хорошие. Все здорово. Ремешок при желании можно будет заменить. Это стандартный. Можно фактически с любых часов использовать. Естественно, часы водостойки IP68 плюс 5 атмосфер поддерживают. По идее, могут и должны выжить и в соленой воде в море, например, купаться. Специально бы я не стал этого делать, но ничего с ними быть не должно. Желательно после этого промыть их просто обычной пресной водичкой. Часы, как и говорил, заряжаются беспроводным способом. Вы можете использовать свой смартфон. Большинство дорогих телефонов позволяют делиться зарядкой. Обратная зарядка называется. Это очень удобно, если вы забыли, либо просто не хотите брать с собой зарядное устройство. Поехали в отпуск надолго куда-то. Пожалуйста, без проводов зарядите. И это классно. Часы позволяют принимать звонки. Притом качество звука хорошее. Собеседника хорошо слышно. Меня слышно хорошо. Все прекрасно в этом плане. Через часы можно поговорить. Записная книжка. Все доступно. Единственный нюанс какой. К сожалению, санкции против компании Huawei американские и в Play Market нет приложения Huawei здоровья. В зависимости от телефона, либо вы сделаете это быстро, либо придется немножечко поднапрячься. Ну, как пример, Samsung Galaxy S23 Plus. Скачиваем с сайта Huawei приложение в виде АПК файла. На телефоне нажимаем одну кнопку. Разрешить установку из неизвестных источников. Ставим. Все работает сразу. Как ни странно, собрат Xiaomi, также китайская компания, там танцы с бубном так называемые. Мне пришлось потратить много времени, чтобы вначале установить этот файл. Изначально телефон ругался, он не давал установить этот файл, хотя другие АПКшки ставились нормально. После того, как я установил, нужно было тщательно проверить все настройки и дать разрешение на уведомления. Это было сделать несколько сложнее, чем на других телефонах. И после этого еще он периодически отваливался. Пришлось сделать еще настройку, чтобы в фоне постоянно это приложение висело. Как ни странно, на Samsung все заработало сразу. Xiaomi пришлось поднапрячься. Но в итоге я все сделал. Просто потребовалось некоторое время. Сами часы, знаете, их хочется только похвалить. Есть и минусы, но минусы за свои деньги простительные. На самом деле, очень похвалю батарею. Производитель заявляет 4 дня работы при полноценном использовании. И это чистая правда. Удивительно, но за сутки при подключении к телефону, при включенном режиме отслеживания, не только шагов по умолчанию, но и качество сна, при отслеживании пульса даже. И это удивляет меня. При отслеживании практически все галочки по умолчанию включены. То есть шаги, все отслеживается. Сон, пульс, все. 15-25%. То есть даже чуть больше времени из них можно выжить. Это если бы я сам не пользовался, я бы не поверил. Но действительно, в отличие от многих других часов, Apple или Google, которых хватает на один день полноценного использования при привязке телефона, эти 4 дня. Все отслеживала, 4 дня выжить, это прекрасно. Притом за них не просят каких-то огромных денег. Если бы сам, повторюсь, не пользовался, я бы даже не поверил. Но действительно, автономность на очень хорошем уровне. Подводим тогда итоги. На мой взгляд, часы одна из самых интересных покупок. Почему? Потому что денег больших за них не просят. Несмотря на то, что это Huawei компания, а бренд. Да, если у вас аппарат Xiaomi, либо другой какой-то китайский производитель, я не могу на всех протестировать, как тот же Rima, например, работает. Могут быть проблемы, особенно если вы в этом не очень хорошо разбираетесь, вам будет сложно их подключить. Но подключить можно. Напомню, просто приложения в Play Маркете нету. Оно выпилено оттуда компанией Google. Приложение называется Huawei Здоровье. Проще всего зайти на сайт Huawei и скачать именно оттуда. С этим не должно быть проблем. Максимум немножечко потратите время. Часы способны отслеживать ваши активности, отслеживать сон, измерять температуру кожи, измерять уровень кислорода в крови. То есть все такие, не только базовые, но и расширенные функции умных часов, они поддерживают. Все это можно посмотреть на экране телефона подробно. Приложение, разумеется, бесплатно. В отличие от того же Google Pixel, где нужно там за Pro-версию даже доплатить. И оно, опять же, в России тоже не поддерживает. Ну и так, к слову, про Google Pixel, если говорить. Да все здесь есть. Минусы. Ну, знаете, после Google Pixel, к примеру, мне вообще не понравилась вибрация, как здесь. Она как на дешевых китайских телефонов. Часы просто, ну, неприятные. Google Pixel, как на флагманах. Но они дороже, конечно, стоят. Вот я будильник ставил и на этих часах, и на Google Pixel. Google Pixel меня разбудил мелодичным звуком. Была четкая, точечная, приятная вибрация. Здесь же, как дешевый телефон, там, за 10 тысяч рублей. Просто весь корпус вибрирует. Даже вот, ну, мне не нравится. Я бы эту вибрацию вообще отключал. И динамик здесь, конечно, не такой хороший, как на более дорогих часах. Но, извините, стоят они намного дешевле. Еще на всякий случай отмечу, очень важно. Говорить через часы можно. Качество звука хорошее. Собеседник с этих часов, когда разговариваешь, тебя слышат прекрасно. И, наоборот, я слышу собеседника. В этом плане также все работает хорошо. Да как таковых недостатков нет, учитывая стоимость. Сколько стоит, смотрите по ссылке под этим видео. Как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. С уважением. Давид и команда VideoShopper. Счастливо, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok